Здравствуйте! Казалось бы, о розе сказано уже все и нечего добавить, но всегда хочется к ней вернуться, потому что это истинная королева сада. Розы настолько популярны, что появилось огромное количество разновидностей. Это розы карликовые, плетистые, кустовые, чайно-гибридные, штамбовые и так далее. И, скорее всего, будут появляться еще какие-то разновидности. Но сегодня мы поговорим о плетистой розе. В плетистых роз масса. Они отличаются по высоте, форме и размеру бутона, по цвету, по аромату. То есть характеристик огромное количество. Но сегодня мы поговорим о вот этой замечательной плетистой полумахровой розе. Наверное, все мы немного гигантоманы. Нам нужны крупные бутоны, большое количество лепестков. Но посмотрите на вот эту простую красоту. Полумахровые розы небольшого размера, но в крупных, больших кистях. Весной такая роза превращается просто в благоухающий розовый, белый или вот такой бордовый куст. Мало того, эти розы после обильного раннего цветения цветут на продержении практически всего лета. И следующая более сильная волна у них, конечно же, идет ближе к осени. То есть они декоративны всегда. Разместить такую розу можно где угодно. Ей можно оплести перголу, беседку, какую-то опору, арку. Просто посадить возле стены дома, либо высокого забора. Но если она будет у вас расти в спокойном месте, где нет сильных зимних ветров, то ее можно на зиму просто окучить, то есть утеплить снизу. В случае же, если она растет в очень ветреном районе, ее лучше снять с опоры и уложить. Многие жалуются на то, что покупают розу, а через какое-то время на месте этой розы видят куст шиповника. Что же происходит? Сейчас покажем. Дело в том, что роза размножается прививкой или окулировкой. Сначала выращивается из семян дикая роза или шиповник, который в дальнейшем называется подвоем. А кверху к ней прививается уже культурная почка от сортовой розы. Естественно, снизу дикий шиповник более сильный, хотя бы потому, что у него есть корни. Если вы сомневаетесь, что это шиповник, то раскопайте немного основания розы, оголите место прививки и посмотрите. Если вот эти вот ростки появляются у нас ниже места прививки, то это, скорее всего, шиповник. Если выше, то это уже культурная роза. Что мы делаем? А делаем мы очень просто. Мы обрезаем эти побеги. Поэтому будьте в дизельны и не пропустите незваного гостя. Цветочная компания Николь – это более 2000 видов самых красивых растений со всех континентов. Цветы и деревья, кустарники и газоны – последние новинки из Европы и эксклюзив. Цветочная компания Николь – это высокая мода во флористике, лучшие композиции для праздника и индивидуальные букеты для особых случаев. Стильное оформление любого торжества и профессиональное сопровождение светских мероприятий и высоких приемов. Николь, Островок Голландии, Валматы. Телефоны Валматы – 386 21 43, в Астане – 32 86 85.